Итак, здравствуйте дорогие друзья, приветствую всех, кто у нас сегодня на встрече. Сегодня у нас такая, ну слегка экспронтовая встреча проводится для попросби лидеров. Итак, сегодня у нас будет обзор глобальной матрицы «7 шагов к успеху». Сегодня у нас будет на встрече руководитель этого направления. И как вы уже знаете, наверняка кто знает, кто не знает, наверняка все, кто здесь есть, они знают, что проект будет стартовать на площадке CRP-центр, самой, наверное, мощной платформе, которая сегодня есть для создания, продвижения интернет-бизнеса. И что у нас сегодня будет? У нас сегодня руководитель направления, основатель проекта Василий Зайчук расскажет, в чем суть нашей глобальной матрицы, которая будет набирать обороты по всему миру, по многим странам. Есть смысл сейчас понять до конца преимущества, которые несет в себе этот проект. Почему? Потому что вот эта вот синергия, то есть вот этот союз мощной платформы CRP-центра, то есть его техническая, скажем так, мощь этой площадки, плюс продукт, очень мощный продукт, который подвязан по матрице, все это будет делать, на мой взгляд, по моему предвидению, будет делать огромные, скажем так, товарообороты по всему миру будет делать проект. Итак, друзья, сейчас позвольте представить Василия Зайчука, который нам расскажет суть маркетинга, в чем, скажем так, интересные моменты вот этой матрицы, в чем ее, скажем так, преимущества, в чем ее отличие, в чем ее ценность. Ну и потом мы сможем задать вопросы, все, кто находится вот у нас здесь в комнате, кто у нас слушает по Ютубу, пожалуйста, пишите вопросы, и потом, когда маркетинг будет рассмотрен, мы сможем ответить. Василий, тогда передаю тебе слово, в чем, скажем так, ценность нашего проекта, почему такое название, ну и маркетинг, вот эти вот части, пожалуйста, передаю тебе слово. Спасибо, Виталий. Здравствуйте, уважаемые партнеры и будущие партнеры. Действительно, сейчас на площадку CRP выходит наш, это не просто матричный проект, это матрикс ленд, то есть здесь будут разрабатываться множество матриц, все будут они в нашем портфеле находиться. На сегодняшний день уникальность нашей матрицы, то, что это доступно для всех вход, попросили мне сделать. Это не говорит о том, что если у человека есть определенная сумма, там, 5 долларов, и он должен начинать с 5 долларов, он может начать с любой суммы и занять сразу несколько уровней. Маркетинг действительно очень интересный, сейчас немножко о маркетинге расскажу, и расскажу, почему мы заходим именно на площадку. Во-первых, площадка у нас, CRP-центр, она делает мощную рекламу, она уже начала делать мощную рекламу, на старте мы видим, что будет стартовать более 50 тысяч человек. Система устанавливается очень мощная на 3 сервера, система уже на сервера установлена, сейчас устанавливается мощная банковская защита, то есть здесь вложена, так скажу, большая сумма денег в этот проект, проект должен работать без сбоев, пока он не будет работать, а часы он запущен не будет. Запуск проекта предвидится примерно через 2 недели, возможно чуть раньше, возможно чуть позже. К точному дату сейчас пока на данный момент озвучивать не буду. Действительно, вопросы все можно было задать после встречи. Еще, почему мы пошли на площадку, потому что на площадке на сегодняшний день зарегистрировано более 6 тысяч инвесторов, те они, после того, когда мы скинули маркетинг на эту площадку, они ждут, не дождутся именно нашего матричного проекта. Площадка, она была изначально изготовлена только для инвестиционных проектов. Матричные проекты на этой площадке не были предусмотрены. Мне удалось донести до создателей площадки всю суть, то, что самые большие и быстрые деньги – это матричные проекты. Нас на данный момент рекламируют очень известные рифоводы, которые на данный момент также присутствуют на этой площадке. То есть этим решена проблема отсутствия людей, притока людей. Всегда проблема матриц была отсутствия притока людей в матрице. То есть мы решили эту проблему. Постоянный переход гарантирован. Дальше о маркетинге. Здесь идет 7 уровней. Согласно маркетингу по уровням обязательный переход сделали для чего. Я знаю очень много матриц, и почему они останавливались. Они останавливались именно потому, что не было обязательного перехода по уровням. Здесь мы людей учим действительно инвестировать и зарабатывать. Мы не пришли сюда, чтобы заработать 40 долларов, вывезти их, и потом, чтобы у нас в дальнейшем не было денег идти по дальнейшему уровню. Соответственно, маркетинг-план вы сможете узнать полностью от своих лидеров, от своих пригласителей. Полностью маркетинг-план я рассказывать не буду. Я расскажу кратко. То есть у нас идет жесткая привязка к спонсору. Если спонсора нет, то, соответственно, каждый личник спонсора ищет личников у спонсора. То есть идут приливы спонсора. То есть первая линия получает приливы от первой линии спонсора. Также, если человек пришел извне, или личник спонсора не может найти ни спонсора, ни личника, в каждой матрице, изначально вступив в эту матрицу, человек получает индивидуальный порядковый номер. В матрице все идут трехместные выделяющиеся, двоители. То есть видишь себя всегда наверху. Человек, раз не может найти ни спонсора, ни личника спонсора, он попадает именно к тому порядковому номеру, который зашел раньше всех, но по каким-то причинам еще не успел закрыться. Будет много очень людей заходить без команд. То есть у нас есть много очень людей одиночек. То есть здесь опять же решена проблема одиночек. Так как у нас есть реферальные в нашей программе, соответственно, те люди, которые приглашают, они будут все равно зарабатывать быстрее и больше, и будут получать реферальные. Те, кто не приглашает никого и будет закрываться за счет команды, они будут получать полностью вознаграждение по маркетингу, за исключением реферальных. Так как они никого не пригласили. Поэтому очень выгодно приглашать. Возможно, какие-то вопросы появились? Да, Василий, у меня в частности появился вопрос, пока наши люди пишут. Смотри, здесь вопрос звучит как. Какая система заполнения площадок или этих самых матриц, это автоматическое заполнение машины или спонсор может сам на свое усмотрение ставить, куда человека поставить, зарегистрировать и прочее, прочее? Отвечаю на вопрос. То есть так как идет жесткая привязка к спонсору, вы не сможете сами поставить, показать направление, ваш личник встанет под вашего же личника, если вас в этой матрице нет. Но от того, который зашел раньше других личников, автоматом выталкиваю, подталкиваю его к вам же. То есть, по большому счету, ты хочешь сказать, отвечая на мой вопрос, ты хочешь сказать, что все будет распоряжаться, устанавливаться машиной по формуле от ближайшего личника к тому человеку, который бы пригласил, да? Совершенно верно. Именно тот личник, который находится в этой матрице, пришел в эту матрицу раньше всех, от него и будет автоматом выставлен ваш следующий личник. Ого. То есть, говоря другими словами, я никуда не могу поставить человека. Только машина и все. Только машина и все. Все будет происходить на автомате. То есть, если в других матричных проектах люди летят выше постановской линии, то здесь такого нет. Они не летят ни к админу, ни выше постановской линии, а вы сами же помогаете своим личникам, своим жилищникам, и, соответственно, ваши жилищники продвигаются к вам. Тогда, как бы, по существу вопрос, возможно ли в закрытии, скажем так, матрицы, или, скажем так, какого-то каскада, какой-то площадки, пробелы, которые будут существовать в матрице? Или она обязательно закроется вся сверху донизу? Еще раз. Смотри, иногда существуют моменты, когда, как бы, матрица не закрывается, потому что какой-то человек перестал работать, и под него машина не бросает, а получаются такие, как бы, пробелы, да? Пустые места, дыры их называют. Хорошо, хорошо. То есть, здесь как будет происходить? Очень многие люди будут закрываться за счет своих лично приглашенных, за счет структур лично приглашенных. На сегодняшний день очень мощные лидеры, не то, что городов, стран, которые говорят, что я сейчас перепишу, я из Китая, я перепишу всю Венгрию, то есть, я с ними общался, они действительно в нашей структуре. То есть, они все присоединяются к нам. Что произойдет на тот момент, когда запустится наша матрица? Очень многие матрицы проекты, не лидеры, а создатели матрицы проектов, они открыто говорят, не боятся запуска нашего проекта, потому что люди перестанут у них работать. Действительно закроется очень много матрицы проекта. Как будет происходить закрытие? Очень многие, как я уже повторил, будут выскакивать за счет своих лично приглашенных, а те люди, которые пришли без команд, те люди, которые пришли одни, они также будут, когда заходят в матрицу, получать соответственно свой индивидуальный порядковый номер, и человек, вновь привыкший извне, он будет попадать под наименьший порядковый номер в этой матрице. То есть, и соответственно будут перекрываться дыры. А так как наша матрица будет рекламироваться постоянно, как площадкой ЦРТ, так и очень сильными рифоводами известными, то есть прилив людей у нас постоянный. Соответственно, движение постоянное. То есть, все будут перекрываться, как я уже сказал, те, кто приглашает, будут перекрываться быстрее, чаще. А те, кто не приглашает, они все равно будут перекрываться, но помедленнее. Все равно будут зарабатывать. То есть, я понял, да, тогда дыр, в общем-то, не будет. Хорошо, Василий, спасибо. Так, еще такой вопрос. Я хотел бы, ну, то ли я прослушал, то ли что такое. Чтобы ты сказал, что у нас семи-шаговая матрица, какие будут входы на каждую из них, и какие выходы на каждую из них, и второе. Возможно ли регистрация треугольниками или нет? Так, у каждого будет, соответственно, каждый вправе работать, как он хочет сам. То есть, вы можете работать хоть треугольником, хоть как. Но вы должны понимать, что я вот лично иду одним местом, ни одного места вполне достаточно. У меня очень сильная первая линия. То есть, все у нас строят первую линию. Если вы идете треугольником, либо как, вы должны все равно построить, соответственно, по вторые места под свои, под нижние, сильные команды. То есть, если у меня люди, у меня есть люди, которые идут треугольником, очень мощные лидеры. Но у них же под первым местом зарегистрировано около 30 человек. Под нижними местами тоже так же по 30 человек. То есть, очень мощных лидеров. Если вы готовы работать, если вы готовы так же приглашать, пожалуйста, это ваше право. Запретить тут никто ничего не может. Вот здесь достаточно одного места. Одно место у вас будет работать на всех семи уровнях. То есть, самый наименьший вход – это 5 долларов. 5 долларов вы зарабатываете 40, из которых 25 уходит на следующий шаг. Соответственно, и так далее. Вход во второй шаг у нас получается 25 долларов, выход 200 долларов, в третий шаг 100 долларов, выход 800 долларов, и так далее. То есть, в четвертый шаг 500 долларов, выход 4000, в пятый 1000 долларов, выход 8, в шестой 5000, выход 40, в седьмой, не хочу пугать, 20 тысяч вход, выход 160. Соответственно, вы начинаете зарабатывать на всех уровнях, и заработать может столько, сколько он сам тебе пожелает. То есть, одного места вполне достаточно. Абсолютно правильно. Мне как бы все почти стало понятно. Вот. Еще, чем больше у вас личных приглашенных, вы больше начинаете получать реферальных. Реферальные вы получаете не один раз, реферальные вы получаете многократно. При каждом переходе на следующий уровень вы получаете от одного и того же реферала реферальные. Реферальные, опять же, здесь не маленькие, реферальные здесь большие. Я не буду сейчас озвучивать, какие реферальные, тоже узнаете у своих лично приглашенных. Но после каждого закрытия цикла и снова ваш лично приглашенный пошел на новый цикл, вы снова от него получаете реферальные. То есть, на каждом цикле многократно от одного и того же приглашенного вы получаете реферальные. Я понял. Как механизм проплаты второго цикла или следующей площадки это автоматом идет проплата или нужно самому участвовать для того, чтобы перевезти деньги и прочее? Автоматом. Автоматом. Это хорошо. Обязательный переход автоматом. Обязательно. Хорошо. Так, дорогие друзья, что у нас там делается на других площадках? Я хотел бы знать. Так, потому что я не до конца могу проследить свой задавал. Так, дорогие друзья, пожалуйста, если есть вопросы, как-то напишите их, озвучите. Мы сейчас передадим Василию и он нам ответит. Значит, Василий, еще такой вопрос, как бы сказать, на перспективу вот это то, что мы создаем в CRP центре, мы создаем, скажем так, сегмент матричных проектов. Ты мог бы чуть-чуть заглянуть вперед, как вы лично создатели это видите, что можно ожидать впереди, как часто будут появляться матрицы и следующие, куда мы будем девать такую огромную массу денег? Хорошо, Виталий, я понял Ваш вопрос. То есть, на площадке CRP в дальнейшем планируется открытие не только инвестиционных проектов, будут проекты добавляться как матричные, так и бинарные, будут с продуктовыми линейками, будут проекты на любой вкус каждого, то есть, любой человек, который зарегистрировался на этой площадке, найдет в обязательном порядке для себя интересное предложение. Для любителей хайпов здесь будут хайпы, Ваши решения принимать их участие либо не принимать, вы берете на себя определенные обязательства. Площадка об этом вас тоже предупреждают. Также на этой площадке работают доверительные проекты, где площадка гарантирует возврат средств в определенном процентном соотношении, то есть, в каких-то проектах, если вдруг с проектом что-то произошло, они гарантируют возврат 10%, в каких-то проектах до 100% возврата. То есть, уже случалось, возвраты происходят, действительно, проблем не было. Также на этой площадке будет тезино, будут игры финансовые, сейчас появился обменник, он раньше был только внутренний, сейчас он стал наружным, работает отлично, то есть, более 30 платежных систем присоединяются на эту площадку, почему мы сюда и пошли. Также вы создаете команду себе один раз и навсегда, то есть, на этой площадке вы регистрируемся не в проекты, мы регистрируемся на площадку, с этой командой вы будете идти работать по всем проектам, на которых вы желаете. Если ваши рефералы пошли за вами в какие-либо другие проекты, вы также от своих же рефералов получаете реферальные, то есть, в каждом проекте свои правила, то есть, есть в определенных проектах правила, если вы не принимаете участие в этом проекте, то вы не получаете реферальные от своих рефералов. Есть проекты, в которых даже вы не будете принимать участие, вы все равно будете получать реферальные. То есть, это уже в зависимости от проекта. Я скажу, по нашему проекту, принимаешь, не принимаешь участие, все равно будешь получать реферальные. То есть в дальнейшем все равно будут возникать вопросы у многих. Бывает такое, да, будет старт, будет очень многие пытаться побыстрее активироваться в наш проект, очень многие обгонят своих спонсоров. Это произойдет, то есть хочешь не хочешь от этого, но никак не уйти. Не надо сильно переживать, у нас идет жесткая привязка к спонсору, спонсор все равно получит реферальные и на следующем круге после реинвеста в любом случае ваши личники придут к вам. Они никуда от вас не вернутся. То есть, Василий, ты хочешь сказать, что мы буквально через две недели запустим глобальный проект, если в который человек зашел однажды, он постоянно будет получать в нем деньги, даже иногда не участвуя в этом проекте, да? Совершенно верно. Сейчас создается матрица, скажу так, успешных людей, начиная с первого этого самого проекта, да? Да, у нас будут проводиться мощные тренинги, тренинги уже готовы, то есть будет обучение, как строить тысячные структуры, то есть очень много информации, обучающей информации вы будете получать. Уже есть такой вопрос, Василий, смотри, а меня интересует, во многих матрицах можно заходить сразу не на первый стол, то есть не обязательно заполнять там первую матрицу, первую площадку, а сразу на несколько столов сразу, там, допустим, на пять, на двадцать пять, на сто, как здесь будет вход? В уровне шаги, да, действительно, есть такая возможность, но не проплатив пять, Вы не сможете проплатить уровень на двадцать пять, то есть Вам нужно будет изначально проплатить пять, прежде чем попасть на двадцать пять. Если Вы хотите проплатить сто, Вам надо, соответственно, проплатить и пять, и двадцать пять после этого. Но все это сделать можно, да? Все это сделать, все это действительно сделать можно, очень многие на сегодняшний день готовы проклачивать все уровни сразу, хотя вопросы все равно в любом случае, хорошо, что задали этот вопрос. Хорошо. Так, скажи, пожалуйста, на каком сейчас уровне находится организация построения на площадке, вот мы допустим сейчас вот приняли решение участвовать, куда бежать, кому сдаваться, как сделать так, чтобы попасть под хороших спонсоров, под хорошие переливы, чтобы ничего не делать и много получать, поделись секретом. Идете к тому человеку, который Вас пригласил, в любом случае, то есть Вы понимаете, тут не надо прыгать или прыгать либо куда-то скакать, человек Вам дал информацию, человек Вам дал очень важную информацию. Мы не просим, мы не обязуем, то есть у нас нет такого, чтобы Вы там шли на несколько уровней сразу. Мы даем людям возможность вылезти из долгов, из кредитов, из долговых ям, то есть начинайте с пяти долларов, это моя рекомендация. Те, кто имеют возможность, ради Бога, можете прыгать дальше, то есть соответственно, они прекрасно понимают, что хочешь не хочешь, они заработают, да, и все равно будут такие прыжки вперед. То есть есть люди, у которых маленькие доходы, которые готовы начать только с минимума, есть люди, которые готовы покрутить все уровни сразу, то есть надо было предусмотреть сразу. Но я всегда советую всем начинать с наименьших положений, почему? Потому что и с маленькой суммы можно заработать, и желание, если немножко покрутиться, большую сумму. Теперь у меня такой шпионский вопрос, если знаешь, можешь, конечно, на него не отвечать, а когда предвидится запуск следующей матрицы, то есть чтобы хотя бы гипотетически просчитать, сколько мы сможем заработать здесь, прежде чем перейдем на второй проект. Виталий, вот когда произойдет запуск следующей матрицы, на сегодняшний день я озвучить не смогу, только после запуска нашего проекта все остальные следующие вопросы и все решения, да. На сегодняшний день просится к нам на площадку ЦРП-центр еще несколько матричных проектов, также будет запуск очень классного проекта 1 августа в клуб «Солидар». советую обратить внимание всем, допускает мой друг Виталий Малунко, когда я разобрался с этим маркетингом, я сначала недопонимал все важности, а потом после этого понял, что это на долгие годы приходит проект, и там действительно очень большие деньги, поэтому пока на сегодняшний день у вас есть возможность строить команды до запуска нашего проекта, а в дальнейшем смотрите сами, как распоряжаться своими деньгами, можете выводить их сразу, можете инвестировать в следующие проекты инвестиционные и так далее, которые имеются на площадке, опять же ваше право, то есть никто никого ни к чему не обязывает. Хороший вопрос, можно по теме, вот смотрите, говорят о карточке CRP, что это такое? Вообще, что это означает карточка CRP? Хороший вопрос, но я скажу карточкой CRP я не пользуюсь, я еще пока ее тебе не заказывал, мне тоже хотелось бы разобраться, то есть я разберусь в ближайшее время и дам информацию. Еще есть вопросы у наших слушателей, пожалуйста, задавайте вопросы тех, кто находится в ютубе и в гугле плюс, и мы их передадим Василию. Ну а сейчас, так как Василий все-таки сказал о том, что есть, скажем так, спроматировал немножечко клуб Солидар, может быть Виталий Мленко скажет что-то, пару сильных фраз о Солидарии. Да, да, я на связи. Друзья, есть возможность, пока вот там пишу вопросы, минута две, немножко тоже анонсирую наш старт. Ну прежде всего вот по этому, по материалу, который Василий сказал, да, то есть насчет матрицы, я слышал такую информацию, возможно ты, Василий, знаешь больше информации, что это первый проект, где будет реальный продукт. И этот продукт, насколько я знаю, очень ценный, то есть это будет очень практические знания по продвижению бизнеса, по построению многотысячных структур, вот автор обучающих видео и тренингов имеет потрясающие результаты в достижении, скажем так, построении бизнеса, да, то есть именно вот десятки стотысячных структур. Эти знания будут даваться вот как продукт для тех, кто вошел, не просто вошли люди как в новую пирамиду, да, а получили еще и продукт, который намного ценнее тех денег, которые они заплатили в матрицу. Поэтому меня заинтересовало, скажем так, потому что я не особо там сильный любитель хайпов, все знают, что я, скажем так, ну вот, ну вот здесь будет продукт такой, то есть люди получат еще такую вот ценность, да, вот это вот первое, что хотелось сказать. Если, Василий, ты что-то знаешь больше об этом, то расскажешь. А вот насчет запуска уже проекта, в котором я являюсь основателем или руководителем совместно с CRP-центром, опять же, мы составили договор, вот, то в двух словах тоже анонсирую, скажем так, суть проекта для тех, кто еще не слышал, либо хочет узнать чуть-чуть поподробнее. По большому счету, Солидар Клуб – это тоже так называемый вечный проект, то есть у нас невозможен скам так называемый, то есть мы не обещаем каких-либо, скажем так, огромных процентов, что мы будем их платить. У нас есть, скажем так, суть Солидара в маркетинге, который имеет выплату на глубину до 10 линий, причем очень большие проценты, вот Василий упомянул, от 5 до 10 процентов с каждой линии. А представьте себе, у Вас, например, в пятой, шестой, седьмой линии, и Вы со всех людей получаете по 10 процентов, это очень большие проценты, в 5-10 раз больше, чем в других маркетингах. То есть здесь будут действительно большие деньги, но у нас тоже будет реальный продукт, который будет иметь очень большую ценность. Я расскажу на следующих наших встречах, что это будет за продукт. Но главная суть в том, в Солидар Клубе, что мы, ну, можно сравнение провести, да, сравнение. Если в CRP-центр мы строим сети, зарабатываем в 5-10 проектах, то в Солидар Клубе мы начинаем зарабатывать, то есть наша сеть сохраняется вообще во всех проектах, которые только есть в интернете. То есть на эту площадку, эта площадка в площадке, будут выставлены практически все компании, которые выходят на рынок, они будут представляться автоматически у нас в клубе. То есть и Ваши люди в Ваших структурах, они будут зарабатывать, а Вы будете получать деньги от всех проектов. То есть если человек выбрал даже проект, который не на площадке, он попадает в Вашу сеть. То есть технически это смогут реализовать наши программисты, партнеры из CRP-центра. Вот поэтому у нас, в общем-то, большие, скажем так, планы на будущее. Ну и есть много чего интересного. Например, часть дохода будет делиться на всех участников клуба. То есть все деньги, которые попадают, они будут разбиваться по нескольким корзинам и распределяться на всех активных и пассивных участников. Поэтому это настоящая, скажем так, будет солидарная такая вот команда. Не просто проект, а настоящая солидарная команда, где деньги распределяются от всех бизнесов на всех партнеров. От всех на всех. Вот если взять суть как бы самого клуба. Вот. Ну и потом у нас будет, уже была у нас одна встреча, но я думаю, что в ближайшее время, ближе к старту, мы проведем уже более полную презентацию ответа на вопросы по маркетингу. Вот. Готовится также. Сейчас в ближайшее время будет уже выставлен первый вариант сайта. Сможно будет зайти на солидар.клуб. Ознакомиться. И будет много чего интересного. Что у нас там, друзья, с вопросами к Василию? Возможно, вопросы еще есть по... Ну, вопросов в чатах нет. Вопросов нет. Ну тогда давайте скажем вот так. У нас прошло уже 30 минут встречи. Значит, я сейчас в двух словах подобью, скажем так, наши временные сейчас вопросы, которые их никто не задает, но не очень важны. Я их проговорю как бы сначала. Значит, глядя на то, что говорил Василий, получается вот такая у нас сейчас рабочая схема. Сейчас мы, те, кто присутствует здесь, начинаем очень быстро, очень активно создавать вот именно тот кулак, да, или ту идеальную матрицу, которой мы будем работать абсолютно по всем матрицам. То есть то, что проговорил Василий, я так понял, создается матрица тех людей, которые будут работать во всех проектах и получать за всех людей деньги. Это вот так. То есть через две недели где-то плюс-минус открывается этот проект. Пока мы вошли, пока мы поработали, пока заработали, пока начали заполнять, в общем-то пойдут первые деньги, у многих получатся неплохие деньги. С учетом того, что будут переливы просто огромные, то можно рассчитывать так, что к сентябрю, месяцу, к августу мы придем уже с неплохими заработками. И вот здесь как раз в конце августа, в сентябре открывается клуб «Солидар», в который мы, скажем так, можем зайти и дополнительно, внеся свои деньги, дополнительно их умножить, размножить, ну и, скажем так, сделать их гораздо-гораздо больше. Поэтому огромное желание тех, кто нас сейчас слушает. Друзья, не теряйте ни минуты. Как вы видите, сколько там Василий говорил? 40 или 30 тысяч уже готовы войти в эту самую матрицу или сколько? На старте планируется в районе 50-60 тысяч. Желаю.